Добрый утром Два года назад я опубликовал видео, где рассказал про мой топ-5 фур в ETS, который я использую чаще всего. Оно достаточно неплохо набрало, и именно благодаря вам я выпускаю топ-5 машин в CarX, которые принесут вам гораздо больше удовольствия, чем все остальные. На пятом месте вы не поверите, но это фура. Это та самая тачка, которая удивляет всех, если вы на ней круто дрифтите. Уделить этому придется некоторое время, но когда вы научитесь дрифтить, то вы будете просто всех шокировать на трассе, проходя на ней парным дрифтом. Выглядит это как что-то нереальное. Она достаточно быстро всех догоняет, на ней уж вы точно не отстанете. Чисто пофанится, машина классная, но результат на ней показать какой-то обалденный, увы, не получится. Четвертое место у нас Skyline GTR. С вот таким вот винилом, который сделал я лично сам. Понадобилось очень много слоев, чтобы это сделать, и тем не менее получилось очень круто. Когда заходишь на сервер, все офигевают. Говорят, я походу перепутал игру. Вместо CarX залетел в NFS Underground. Можно сделать машину Брайану Коннора, либо же вот как я, но придется потратить достаточно много времени, хотя, возможно, в ближайшее время в мастерской появится уже такой винил. Но на момент записи видео такого, увы, нет. Так что это ручная работа, которая заставляет весь сервер вставать рядом с вами и фотографироваться. На третьем месте у нас девятый Evolution. У меня он выглядит именно вот так. Да, это тройной токийский дрифт, вы все правильно понимаете. Как вы уже поняли, машины обклеивать я люблю, и вот они у меня постоянно в какой-то такой популярной раскраске. Люди, когда видят, такие просто, а, что это, господи, я хочу вместе с ним парным дрифтом пройти. Просто даже внешнее удовольствие получаешь, когда видишь, как впереди тебя идет машина вот с такой раскраской. И это заряжает настроение не только тебя, но и всех других, кто находится на сервере. Я думаю, вы со мной согласитесь. Лично у меня не получилось в настройках сделать так, чтобы эта машина поехала в каком-то запредельном угле, поэтому я постоянно езжу в полураспрямленном состоянии, если так это можно вообще назвать. На втором месте у нас расположился Skyline GTS. По большей части из-за его кайфовой управляемости. Я бы ее охарактеризовал так. Она какая-то ленивая, мягкая, но, блин, чертовски приятная. На этой машине едешь и вообще не напрягаешься. Винил на ней у меня стоит в стиле Абамун. Рекомендую на третий посмотреть, что это за стиль. Может, сделаете себе похожую тачку. Ну и первое место – это 10-ый Evolution. Этого, наверное, никто не ожидал, но я вот на нем гоняю постоянно та самая машина, которая из любого угла может выйти сухой из воды. Она очень шустрая, на ней догоняешь почти любую машину. А ее внешний вид по-своему уникален и легендарен. Я ее сделал в стиле NFS Sports 3. Как раз-таки такой винил можно скачать в мастерской. Но я решил сделать его полностью с нуля сам. Вот это моя основная тачка, на которой я гоняю. Надеюсь, это видео было для вас полезно. Если вы подсмотрели какие-нибудь фишечки для своего автомобиля. А также пересмотрите свое мнение об автомобилях в этом видео. Пишите свои топы в комментариях, какую бы вы машину поставили на первое место. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Всем удачи и до новых встреч. До новых встреч.